У нас интересная тема сегодня, как, впрочем, и всегда. 78 лет назад передовые части немецкого африканского корпуса прибыли в Триполи. Имя командовал 50-летний генерал Эрвин Роммель. Фигура легендарная. Здравствуйте. Действительно, Североафриканский фронт Второй мировой войны – это отдельная тема, интересная. Она как-то ускользает от большинства наших историков. Но это и понятно, почему. Потому что основная тяжесть боев Второй мировой войны была на территории Советского Союза. Но в стратегическом отношении война в Северной Африке была очень важна. Более того, скажу, что Африка вообще была почти полностью вся театром военных действий во время Второй мировой войны. Мы очень мало знаем, ну, историки знают, но, скажем, для большинства населения, большинства россиян будет откровением, что, к примеру, французские части воевали, начиная от Габона и до территории Судана, Чада, Центрально-Африканской республики в течение почти трех лет, с 1940 по 1943 год. Была большая кампания в Восточной Африке, итальянская, там, где были итальянские колонии. Более того, например, была довольно-таки большая операция, ну, по меркам африканской кампании, это Мадагаскарская операция. Вот, представляете, театр военных действий, за, там, 10 или, наверное, 15 тысяч километров в Мадагаскаре, вишистские части, части, которые остались верны коллаборационистскому правительству во Франции под руководством виши, оборонялись от, вместе с японцами, кстати говоря, оборонялись от союзных войск Англии и Америки. Но почему так опасались Роммеля? Почему он вошел в легенды и даже Черчилль вынужден был признать, что это полководец выдающийся, то есть это прямой перевод? Да, и сейчас я вот еще покажу про Мадагаскару, и даже участвовало три наших советских корабля в этой битве. Мадагаскар, это с мая 1942 года по ноябрь 1942 года, танкеры Сахалин, Туапсе, ледокол Микоян, вот, представляете, в 15 тысяч километров. А про Роммеля, да, Роммель это был, ну, как его там называли, пустынный лис, это действительно военачальник с очень сильным стратегическим мышлением. Англичане боялись, что прибытие Роммеля переломит ход войны, потому что до этого, вот до этих дней, начало 41-го года, вообще война там началась в июне 40-го года. И ни шатка, ни валка, итальянцы ее вели, там были итальянцы, которые воевали против сил, против англичан, которые уступали им в 5-6 раз в численности. И историки до сих пор не могут понять, вообще, почему итальянцы не смяли, вот, в то время, в конце 40-го года, английские части. Я вот вам скажу цифры, которые там были. У итальянцев было 230 тысяч войск, у англичан было 66, из которых, собственно, англичане составляли 30. Остальные 36, это египетские войска. Вот, представляете, 230 и 30. И какие-то потери у итальянцев были сумасшедшие. Сумасшедшие потери, да. Всегда говорили, что итальянцы воевать не умеют. До этого вот они потеряли Восточную Африку, это Сомали, Эфиопия, территория современной Джибути, где тоже у них было превосходство, и в живой силе были прекрасные асы, летчики. А вот стратегического мышления не было. Вот не было генералитета, который мог спланировать полноценную операцию, стратегическую, на несколько месяцев вперед. И вот прибыл Ромель, и как раз англичане испугались, что прибыл тот человек, который сможет планировать стратегические операции. Им удалось? Им удалось, да. Эль-Аламейн, это вот максимальная восточная точка, куда дошли немецко-итальянские войска, это 104 километра от Александрии, до Советского канала. 104 километра. Оставалось, ну, как сам Ромель считал, где-то два дня маршевый бросок танков. И он бы выиграл, безусловно бы выиграл эту войну, но вступили в тыл, ударили англо-американские войска в Алжире и Марокко. Это то самое открытие Второго фронта, вот мы часто говорим Второй фронт. Мы ждали у себя, они открыли там. Да, июнь 1944 года. На самом деле, открытие Второго фронта, это 8 ноября 1942 года, когда высадились в Марокко и Алжире 290 тысяч американских войск. Вот примерное соотношение немцев и англичан, вот до этой высадки, до того, как немцы начали сжать англичан к Суэцкому каналу, вместе с итальянцами их было 293 тысячи, из которых немцев 130, а англичане в то время накопили 236. То есть немцы и англичане, правда, немцы и итальянцы, в общем, по численности превосходили. Другое дело, что сами немцы оценивали итальянцев, вот прям, кстати говоря, Ромель об этом говорил, вот он оценивал так. Что один пехотинец немецкий равен двум англичанам и трем итальянцам. Нелестная оценка. Да, нелестная оценка, да. Вот примерно так. Примерно так и было, да. То есть англичане, итальянцы уступали англичанам в полтора раза, получается. Ну, вот так это и было. И Ромелю вот не хватило чуть-чуть, если бы не вот эта своевременная высадка в ноябре 1942 года. Неизвестно, кстати говоря, как повернулась бы в целом Вторая мировая война. Они бы взяли Суэц, и это бы на многое повлияло. Да, и не только это. В тылу у англичан, Ближний и Средний Восток, ожидалось масштабное арабское восстание. Об этом мы тоже часто забываем, что в основном арабский мир процентов на 80, я скажу, не 100 процентов, процентов на 80 был за немцев. Муфтий Иерусалима, который, ну, такой имел большой вес в то время в мусульманском мире, открыто приезжал в Германию и клялся верности, и говорил, что мы поднимем восстание. И эти восстания были. Были восстания в Ираке, в Сирии. Кстати говоря, до конца 41-го года в Сирии боролись с немецкой агентурой. Мы все помним, например, по тегеранской встрече 43-го года, какое количество немецких агентов было в Иране. Только в одном Иране их находилось полторы тысячи человек немцев, ну, как сейчас сказали бы, военных советников. А в целом до пяти тысяч человек было, ну, как-то сейчас тоже сказали бы, боевиков, готовых поднять восстание. Это неизбежно было бы. Выходили бы, перерезали Суэц, и более того, начинал бы полыхать весь Ближний Восток. И то, чего мы боялись, мы могли бы получить второй фронт где-то на уровне Кавказа. Но, к счастью, это не случилось. А почему именно боялись ром или англичане? Для британцев были непонятны его тактические ходы, неожиданные. Он действовал вопреки логике той пустынной войны? Да, он действовал вопреки логике. Это те самые танковые клинья. Например, итальянцы вели бои. Это бои распылений сил. Когда идет широкая масса войск на фронте шириной 300 километров, они занимают какие-то деревеньки, оазисы, бьются какие-то кучки. Эти деревни по две недели берутся. Роммель считал, что нужно просто соединить все силы в единый удар. Это очень похоже было на то, как немцы вели войну на территории Советского Союза. И до этого о Франции, в Польше. Это танковые клинья, мощный танковый клин, который уходит вперед за сутки на 100 километров. Пехота там за ним подтягивается, немного поддерживают штурмовики. И дальше просто зачистка территории. А как они не вязали в пустыне? Вот это вот тоже, да, проблема. И проблема логистика. Мы там дальше тоже будем говорить в одной из наших частей передач, как важна для армии логистика. Вот это вот прыть Роммеля, который гнал и считал, что нужно как можно скорее занять Советский канал, понимал, что в тылу высадится. Разведка об этом доносила. Тыловые части отставали на сотни километров. Это беда была и у них, и на территории Советского Союза. Например, при наступлении на Кавказ, когда танки отрываются, а, например, колонны с горючим отстают на 50 на 70 километров. Ну и все, танки встали. Танки. Более того, ремонтные мастерские. Мы тоже забываем, что это была война моторов. И, например, логистика в горючем была не единственным, скажем так, ограничителем. Это постоянные мастерские, потому что по статистике, что у нас, что у немцев, неважно, какой отличный танк. Т-34 отличный танк, Фердинанд, Пантера, английские танки, неважно. Примерно на каждые 100 километров выходит 5-7% танков из строя на 100 километров марша. Где-то шестеренка отлетела, где-то гусеница слетела. Естественно, по такому старому правилу, что вся цепь, ее сила определяется самым слабым звеном. Если у вас отстает на каждые 100 километров 5-7% танков, у вас 500 километров, вы к бою доходите без одной трети танков. И вот это вот, Ромель этого не просчитал. В какой-то момент у него просто у танков не оставалось горючих ремонтных мастерских, вот чтобы преодолеть эти 100 километров. А личное мужество он проявлял или он старался в прямые столкновения с противником не попадать? Ну, в прямые не попадал, но личное мужество выражалось в том, что он как раз в начале 43-го года улетел из Туниса, когда с двух сторон теснили группировку немцев и итальянцев, и в итоге дотеснили, взяли в плен 250 тысяч войск. Он летал на Украину к Гитлеру и уговаривал его эвакуировать эти части. Это как раз говорит о слабости стратегического мышления Гитлера, когда действительно можно было там буквально 200 километров до Италии переплыть, отправить, представьте, 250 тысяч войск, которые попали бы, например, на Восточный фронт. К счастью, для нас генерал Эрвин Ромель не оказался на Восточном фронте, его судьба была трагична, он в 44-м году его не стало. Это трагично, но не для нас. 295 лет назад Петр I подписал указ об образовании Российской Академии Наук и Художеств. Как российские императоры спонсировали науки в 18 веке? Как они материально поддерживали культуру? И большие деньги ли вращались в этой сфере? И доходили ли какие-то крохи с этого стола к русским специалистам? Или все попадало западным гостям? Да, эта тема действительно тоже говорит о том, как формировалась наша наука, как формировались фундаментальные основы нашей науки. И здесь, если мы заговорили о деньгах, какие-то были деньги, перепадало ли что-то нам, здесь надо признать, что в 18 веке, конечно, почти ничего не перепадало. И вслед за указом Петра I от 8 февраля 1924 года последовал через год указ в декабрь 1725 года о приглашении иностранных специалистов в Российскую Академию Наук. И вскоре она была сформирована, и из 15 человек 14 были те, кто не родились на территории России. А 15-й был тоже немец, это первый глава Российской Академии Наук, Блюментраст Лаврентий, который родился формально в немецкой Слободе на территории России, но тоже был этническим немцем. Отец его был из Саксонии. Безусловно, это говорило о том, что не было у нас сил для того, чтобы поднять Академию Наук самими. Самородки были на подходе? На подходе было, да, потому что только-только начиналось формирование вообще какой-то, не то что науки, а каких-то образовательных основ. Буквально 30 лет назад еще не было из средних школ в России. Только-только при Петре I, конец 17 века, 1690-е годы, появляются какие-то средние учебные заведения. Просто ученым было неоткуда взяться. Дорого ли это стоило? Но вот первый год, 1725 год, на Академию Наук было выделено 25 тысяч рублей. Это были довольно-таки приличные деньги. Президент Академии Наук получал в то время полторы тысячи рублей в год. Вот профессор от 500 до 1000, а адъюнкт, ну такой младший научный сотрудник, как сейчас сказали бы, доцент, 300 рублей в год. Это были по тем временам огромные деньги. Но выражалось это не только в прямую деньгами помощь, но и в помощи провиантам, жильем и вот всем, что нужно для жизнеобеспечения человека. И, кстати, учиться там могли не только дворяне, насколько я знаю. И не только дворяне, да. И самое главное, что немцы с огромным интересом ехали преподавать сюда, работать в этой Академии Наук. И это вот переплекается с нашими днями сегодняшними, когда мы говорим, как вернуть наших ученых, как пригласить иностранных ученых. Вот в том числе эта проблема стояла в начале 18 века перед Россией, и она успешно решила. Осталось много записок немцев, которые приезжали сюда и описывали, как им здесь хорошо живется, молодым ученым, в 20-25 лет. То есть наша маленькая Силиконовая долина на Неве. Да, да. Вот есть, например, письмо такого немецкого ученого Байера, академика, это февраль 1726 года. Он приезжает в Петербург и пишет, какой великолепный Петербург. Мне не пришлось заботиться о доме и утвари. Провианта дали на 4 недели. Моя кухня, я никогда не видел такой кухни. Дали двух слуг. И он пишет о том, что формируется библиотека, величайшая в мире. К 1740 году в ней было 18 тысяч томов. Это была одна из крупнейших научных библиотек мира. Но, возможно, только в Лондоне и в Париже, может быть, в трех-четырех местах мира. Но причем у них формировалось это веками, а здесь было сформировано за 15 лет. Тот же Байер и другие ученые пишут, что здесь прекрасные лаборатории, аудитории. Никаких нет препонов для того, чтобы заниматься наукой. И просто пишет письма своим друзьям в Германии, что приезжайте как можно быстрее сюда. И действительно, многие ученые посвятили немецкие всю жизнь здесь. Знаменитый историк Миллер, который составитель нашей истории, который основы методологии истории составил. Он прожил здесь 58 лет. Приехал 20-летним, но только-только, даже не называть ученым, таким вот молодым пытливым человеком, и прожил здесь всю жизнь. Эйлер, величайшая математика, это 32 года. Ну, то есть, это примеры можно множить и множить, когда люди по 40-50 лет или всю жизнь здесь жили немецкие преподаватели. Но важно еще преемственность в поддержке ученых со стороны первых лиц. Это да. Екатерина Великая же тоже немцев очень поддерживала. Конечно. И вообще, вот общая цифра, из 111 академиков Академии наук за 18 век, 71 были немцы. То есть, все же 40 человек, это не обязательно были русские, это были и шведы, и датчане, но, тем не менее, к концу 18 века начала формироваться русская научная школа. Вот есть интересный пример, знаменитый такой ученый-экономист, вообще бы сказал, основоположник экономической науки, Адам Смит, на основе которого построена теория экономического либерализма. Вот он преподавал в Глазго в 1760-х годах в университете. У него было два русских студента, Иван Третьяков и Семен Десницкий, которые приехали уже не совсем молодыми, в 24-25 лет. Это отдельный разговор, как они туда добирались. Два ученика у Адама Смита, которые проучились 6 лет в Англии. Защитили докторские диссертации. Он очень подробно в записках упоминает, сколько учебы стоит, какие-то прекрасные люди. Их приглашали, кстати говоря, в Испанию. В то время Испания пыталась конкурировать с Францией за поставки вина в Англию. И вот пытались нанять экономистов, русских экономистов из Англии. Которые бы все просчитали. Которые бы все просчитали. Но они вернулись в Россию, сделали здесь блестящую карьеру. Умерли оба молодыми, к сожалению. Третьяков прожил 41 год, Десницкий 39. Но, тем не менее, приехали сюда. Оба заложили основы российского правоведения, российской науки. И что интересно, например, Третьяков выпустил трактат о пользе экономического либерализма, экономических свобод на 4 года раньше, чем вышла книга у его учителя Адама Смита. Но, правда, потом стали говорить, что половина примерно книги – это лекции, которые он прослушал. Но формально половина его и де-факто, то есть об основах экономического либерализма, как хорошо, что такое свобода торговли, банки и тому подобное, когда мало пошлин, когда мало каких-то ограничений в торговле, как-то благостно сказывается на самом государстве. А учились в Британии за счет казны они? За счет казны, да. Вот даже есть точная цифра. Это обходилось в 80 фунтов стерлинга в год, из которых, собственно, только 20 фунтов стоила учеба, а остальные 60 фунтов – это аренда жилья, питание, покупка учебников, платья и так далее. Это тоже большущие деньги. Это большущие деньги. Причем тоже экономили. Сам Десницкий упоминает, что он очень хотел попасть в Оксфорд, когда подавал здесь заявку, кстати, через Петербургскую академию наук. Один год они там проучились, после чего, кстати, попали в Англию. И в Оксфорде стоила учеба 130 фунтов, на 50 фунтов дороже. Очень дорого. И ему сказали, что вот у вас два человека будет 100 фунтов в год, это действительно очень дорого. На эти деньги можно было бы двух профессоров содержать вот здесь, внутри России. Но, тем не менее, вот эта система была. Это вот прекрасные ученые. Просто, если есть возможность, погуглите, почитайте об их жизни, как они учились и в Англии, как пробивались здесь. Пробивались так легко, очень. И чем, кстати говоря, и Десницкий, и Третьяков еще известны. Это первые русские профессора, которые начали читать лекции на русском языке. А до тех пор читали на немецком? Да, на немецком. Весь документ оборот в Российской, в Петербургской академии наук шел на немецком, латинском языках. И в 1773 году ввели еще один язык, третий, французский. И вот первые эти наши два доктора, причем получили в Англии докторские степени, вот они первыми начали читать лекции на русском языке. Это произошло вот в 1770-х годах. Вот можно такой факт отметить. И примерно с этого времени и начинается, я бы сказал, русская научная школа. Конечно, основоположник ее Ломоносов, это безусловно, это величайший наш ученый. И я бы сказал, не просто ученый, а я бы сказал еще научный менеджер. Потому что очень часто забывают о том, что Ломоносов это не просто вот изучал там химию, физику, математику, как сейчас сказали бы биологию. Он еще и деньги привлекал. Он еще и деньги привлекал, и очень сильно привлекал как раз российских студентов. Вот эту систему отбора, потому что нужно было отобрать по всей России талантливых учеников. Он прекрасно понимал на своем примере, как это сложно, какой большой уровень недоверия вот этих вот ученых лиц где-то вверху к молодым ребятам, которых может быть... Но не каждый придет за обозом. Да, не каждый за обозом. Я бы сказал, вот эта вот методология отбора. Вот как найти из какого-нибудь провинциального городка молодого человека, привезти его, дать ему знания, обучить его не просто там что-то изучать, а вот основам методологической науки. Как изучать? Вот это было у Ломоносова, пожалуй, я бы даже на первое место поставил бы вот это умение и фактор. И опять-таки казна его поддерживала. То есть его запросы подписывали, то есть не отвергали. Да, казна поддерживал, безусловно, для того времени он был таким, ну что называется, лучом в темном царстве, ну такого еще российского невежества, как тогда говорили. Потому что царям и царицам, хотя уже начиналась та примесь немецкой крови середины 18 века, но тем не менее немножко было обидно, что действительно только одни немцы у нас. И хотелось показать, что есть и русские способные к науке. И люди делали блестящие карьеры. Блестящие карьеры, если ты хотел учиться, хотел получать знания, идти вперед, как вот я привел этих пример Десницкого и Третьякова, там буквально за 10 лет ты становился академиком. То есть в России можно было делать карьеру зарубежным специалистом, а наши специалисты попадали на запад, вернее, наши специалисты попадали на запад, становились специалистами. Начало было положено именно тогда. Именно тогда, но сам Ломоносов, если вспомнить, заканчивал немецкий университет для того, чтобы попасть сюда. Потому что Академия наук это в какой-то мере была не только учебная инстанция, но и менеджерская инстанция. И только-только вот с открытием Московского университета в 1755 году вот началась по-настоящему русская наука. 881 год назад в войска татаро-монгол взяли Владимир, который был столицей северо-восточной Руси. Но сколько же на самом деле было захватчиков, и сколько ручищ им противостояло, и так ли на самом деле были многочисленные полчища из восточных земель? Сотни тысяч, десятки тысяч или в разы меньше? Да, это вот действительно главный, один из главных вопросов татаро-монгольского нашествия, такого большого западного похода 1235-1243 годов. На 8 лет растянулось, и дошли они до Адриатики. И до сих пор ученые спорят, сколько татарских войск было, сколько им противостояло, потому что археологических раскопок и данных не так много. До сих пор, кстати говоря, на территории боев, которые проходили здесь у нас, не нашли ни одного большого могильника с татарскими воинами, чтобы просто оценить, например, их снаряжение, их рост, антропологические данные, потому что татары сжигали своих покойников. Это впервые выяснилось при раскопках Куликового поля, как раз где были найдены кости наших погибших воинов на Куликовом поле, и тонкие такие прослойки золы. Это, конечно, очень сильно мешало им до недавних пор... В том числе оценить потери. Да, оценить потери, да. Но очень сильно помогло с середины XX века такое новое, помогло такое новое направление в истории, как практическая историческая реконструкция, вот из трех слов. Когда люди начали собственными силами, например, отойду немножко дальше, к примеру, мастерить ладью скандинавскую. Вот сколько это занимало времени, как на ней переплыть, сделанной собственными руками. Сначала ты выплавляешь из болотной руды топор, топор делаешь, им выдалбливаешь лодку, потом плывешь из Норвегии в Англию или в Исландию пытаешься. И вот ты начинаешь по-другому понимать. А в России это, скорее всего, началось несколько десятилетий назад. Я вот слежу за этими темами, за археологическими раскопками, историческими реконструкциями, когда несколько людей, наших таких энтузиастов, пытались на лошадях пройти из Казахстана до территории примерно Липецка нашего, зимой, вот как монголы шли. Сколько времени, сколько фуража? Сколько времени, сколько фуража дошли на их лошадях. Сначала сделали ошибку, все считали, что часть, например, монгольского войска шла на туркменских лошадях, ну, таких похожих на современных лошадях. Длинноногих. Да, длинноногих. А у Монголы же короткие, коротконожки были? Конечно. Это вот, что представить, монгольскую лошадь, это примерно пони. Еще лошадь сейчас монгольская выросла. Мохнатая такая. Мохнатая, да. Средняя высота в холке у монгольской лошади 136 сантиметров, а в то время 126 сантиметров. На 15 сантиметров ниже лошади было. То есть это современные пони. Вот как пройти по снегу, понимая, что тебе нужны еще две лошади. На одного воина приходилось две лошади, потому что монгольское войско было безобозным войском. Это было такое новшество в военной науке, когда за тобой телеги не ехали, грубо говоря. Все, что везли, везли на лошадях, на вьючинах. Все свое беру с собой. Да, вот именно так передвигать. Три лошади. Одна везет тяжести, твои доспехи, котел медный, в котором ты что-то варишь, запчасти для твоего вооружения, например, наконечники для стрел. Вторая лошадь отдыхает, ты меняешь одну и вторую лошадь. И вот начали понимать, какие труд и затраты. И поняли, что, например, лошади нужна, та, которая нагружена весом, и та, которая подсадником, 12 килограмм сена в день. Вот вы не дополож. 12 килограмм сена, вы можете объем представить. Это такой маленький стажок. И третью лошадь надо покормить, килограмм 6-7. То есть, вот вам нужно где-то 20 килограмм сена на такую лошадь. А где же это взять за странную лошадь? А где это взять, да. Вот когда монголы ходили по своей степи на своих лошадках, там действительно лошадь добивала, выбивала копытом эту землю, траву из-под снега, такого маленького снега. Кто был в Забайкале, например, там в Иркутской области, в Бурятии, понимать, что это такое. 5-10 сантиметров максимум снег, и то где-то на верхушках, на сопках его нет. Лошадь сама себя кормит. Здесь у вас глубокий снег. Баты и его войско это март 37-38 годов. В марте, вы представляете, какой может быть снежный покров? Монголы у нас до метра, и лошади копытом не выбьют. Более того, когда лошадь под нагрузками, не хватает сил для того, чтобы добывать. И где монголы брали фураж? Фураж брали, понятно, в побежденных городках и в небольших селах, потому что нужно понимать еще и культуру расселения того времени. Вот что такое, например, Владимир, о котором мы сегодня говорим, в частности. Это считалось крупный великокняжеский город, знаете, какое количество населения, там 10 тысяч человек, и примерно 30 тысяч в двух днях пути, где-то радиус километров 60, еще примерно 30 тысяч крестьян жили, которые обеспечивали этот город. Вот 40-40 тысяч. Вот оттуда они могли взять фураж, а дальше ледяная пустыня, ничего нет. Вот русское расселение было в лесах с подсечно-огневым земледелем, маленькие деревни. То есть вокруг крупных, по тому времени городов была какая-то вот обжитая территория, еще раз говорю, 50-60 километров, а вокруг Рязани, например, уже было не 10-12, а 6 тысяч жителей Рязани, и такая обжитая круга радиусом 20 километров. И все, и больше тебе питания взять неткуда. Лошадь, это не танк, не машина, у которого нет бензина, там постоял, подождал, привезли бензин, завел, поехал. Если ты лошадь не покормил 2-3 дня, она упала и умерла. Сначала она откажется идти вперед, а там через неделю от бескормицы просто упадет. А пешими монголы не особенно охотно воевали? Да, не было. И вот на основании таких данных люди с таким реконструкцией пришли к выводу, что максимальная численность войска была 30 тысяч. Но 30 тысяч это было огромное войско по тем временам. Большинство битв, даже Куликова битва, о которой мы говорим величайшая, это действительно величайшая битва того времени, ну там, скажем, третье столетие. С обеих сторон было 5 тысяч войск. Вот 5 тысяч русских войск и 5 тысяч монгольских. 10 тысяч человек участвовало в Куликовом поле. И битва считалась гигантской. Гигантской, да. Там само поле, вот примерно столько и вмещает. На ней нельзя на этом поле уместить 100 тысяч человек, как это раньше думалось. Вот 30 тысяч. До этого существовали такие подсчеты, что 300 тысяч пришло, 400 тысяч монгол. И один из историков подсчитал и говорит, что если бы это войско шло, передвигались по рекам, по руслам рек, например, по оке, по довольно-таки широкой реке, то это войско должно было растянуться на 200 километров. Ну это просто, ну нет таких возможностей в то время гонять такие войска. Вот сразу исходим из этого. Сколько противостояло им? Почему монголы разбили так быстро Русь? Тактика монголов была, вот мы сейчас перед этим говорили о Ромеле, удары к линиями, сосредотачиваться на одной стратегической важной точке, не растягивать фронты. Вот у монголов была такая же стратегия, впервые опробована, не широким фронтом, занял, разбил один город, взял фураж, ограбил, пошел дальше, накормил лошадей, один день максимум там провел, отдохнул. Максимальный, кстати, этот поход зимний, был отдых вокруг Москвы, хотя Москва был провинциальный городок, тысяча человек жило. Вот они там посвятили, пять дней отдыхали монголы, примерно середина похода. И пошел дальше. В день проходили 18-20 километров, но были марш-броски такие, когда они пытались нанести неожиданный удар, кстати говоря, с тем же Владимиром, когда проходили 30-40 километров в сутки. Противостоял им, вы вот посчитаете, Владимир 10 тысяч человек, из которых сильных мужчин, способных держать оружие, процентов 20. Если исключить детей, женщин, стариков, инвалидов. Мы забываем, что средневековое общество, это общество инвалидов, огромное количество. До 20% людей, если они не умерли в старшем возрасте, к 40 годам, это инвалиды. Слепые, без рук и так далее. Ну, представляете, уровень медицины. В лучшем случае 2000 воинов. 2000 это с гражданским населением, те, кто не обучен воевать. Дружина князя, есть точные подсчеты, 400 человек. Вот те, кто профессиональные воины, кто обучен только драться. То есть 15 раз меньше, чем... 15 раз меньше, да. Вот Клин, почему так быстро брали, и так много брали. 400 человек, да, это воины. Возможно, тяжело вооруженный воин, он там десятерых стоил, татаро-монгол. Так примерно и было, и в Средневековье так было, в Западной Европе, не только у нас. Когда, например, крестоносцы наступали на Ближнем Востоке, легкие воины, мамлюки с легкой броней, да и брони не было. Большинство татаро-монгол это кожаные такие доспехи. Вот один в десяти. Один рыцарь или наш, скажем, тяжело вооруженный воин, вот 10 человек вполне мог спокойно, легко обороняться, но даже этого не хватало. То есть, вот если было бы 4000 монголов и 400 дружинников, вот тогда оборона была. Кстати говоря, что произошло с Козельском? Маленький городок, злой город, который пять недель не могли взять. Кстати говоря, Владимир, Рязань, это где-то пять-шесть дней оборона, тем не менее, шла. Козельск, это почти полтора месяца завязли монголы, именно из-за того, что было сосредоточено, ну, как сейчас сказали бы, украинскими вот теми князьями, Чернигов, Волынь, Киев. Оттуда пришли, заточили большое количество стражников, которые вот могли дать отпор. Вот чтобы представить, что из себя представляли битвы в Средневековье, это вот 400 стражников, 400 людей из княжеской дружины, там тысячи легко вооруженных горожан, у которых там максимум деревянный щит и копье, потому что даже выковать меч, это были огромные деньги. Снаряжение для того, чтобы для тяжеловооруженного воина сделать, приходилось отдавать 15-20 быков. Это чтобы сделать меч, кольчугу, шлем, это были огромные деньги. Затратные мероприятия. Затратные мероприятия, да. Но в целом, вот сначала было с недоверием, первый вообще, кто начал говорить о численности татаро-монгольских войск, это в начале 14 века персидский историк Рашид Аддин. Он определил прям с точностью, даже не в десятках, он точную цифру назвал 129 тысяч воинов. И эта цифра стала кочевать из одного обзора. Это в целом во всех походах. Это в целом, да. Мы тоже забываем об этом. Как раз хочу сказать, что русский фронт для Батыя был второстепенным. Я бы сказал, даже третий степенным. Второстепенным для него, наверное, даже китайский был, там, где им легко приходилось. Первостепенный – это Ближний и Средний Восток. В итоге мы знаем, что татаро-монголы дошли до Средиземного моря и бились с мамлюками, с арабами, как раз на территории современной Сирии. Это был огромный фронт. Это Китай, куда дошли до Северного Вьетнама. Вы представляете, что это такое? Из Байкальских степей дойти до Вьетнама. Половина известного мира. Да. И даже русский поход – это было ответвление похода против половцев. Вот тоже до сих пор гадают, зачем пошли на Русь. Ну, это относительно бедная, холодная территория, где не было таких богатств, какие были в Иране, на Ближнем Востоке, в Индии. Потом вот уже моголы, когда пришли через несколько веков. В Китае тем более, когда там залежи золота, серебра. Русь – это меха, да, меха были. Ну, ты попробуй сейчас собери, погоняйся по этой ледяной пустыне с низкой плотностью населения. А отомстили Руси закалку, битву накалки, которая произошла на 15 лет раньше, и то, что русские были союзниками половцев. Во многих переговорах было несколько попыток переговоров монгол с русскими князьями. Они предлагали, что вы становитесь данниками, а главное, что вы прекращаете свою дружбу со степняками. Половцы вот насолили им несколько десятилетий назад, они этих половцев гнали до Венгрии, которые ушли к венгерским, ну, к бывшим степнякам, которые вышли примерно из тех же самых мест, откуда и монголы, чуть западнее, современный Алтай. Но князья же собирались сдать Владимира, они же вышли к монголам, но те не приняли. Да, те не приняли. Более того, была часть войска уведена на Ситку, где, в Бурелом, где князья ждали подкрепления, но не дождались, и монголы их второй раз, что называется, Владимирскую рать разбили. Но тем не менее. Тем не менее, действительно, я еще повторю еще раз, вот историческая реконструкция прикладная, она действительно очень начинает о многом новом говорить о дальних исторических событиях. Это действительно такое увлекательное отделение, ответвление в нашей истории. И в последней части нашей программы поговорим в цикле правителя России об императоре Александре I, том самом человеке, при котором был побежден Наполеон. Ну, великий был император? Как император был великий, как человек, конечно, слабый. Я бы сказал, это такой... Ленивый в молодости. Да, один из самых метущихся наших правителей, который метался между разными крайностями, так и не одну, и не выбрал из них. Но действительно запомнился, как победитель Наполеона, человек, который изменил историю Европы, ну, а фактически и мира, потому что Европа тогда был центр мира, и даже США, это была далекая бедная колония в то время, в начале XIX века. Человек, который изменил историю мира. Священный Союз, он же приложил руку. Да, и впервые вывел Россию, я бы сказал, в статус державы, которая начинает решать европейские вопросы. Которая не просто, вот мы в предыдущих передачах говорили, ну, становится равной, там, в XVIII веке, при Екатерине равной Франции и Англии. Примерно вот три ведущих державы. А держава, которая может решать европейские вопросы. То есть супердержава. Супердержава, да. Мы это видим, потому что вошли в Париж, навязали всей Европе в Венский конгресс победители, такой, ну, я бы сказал, ялтинский мир того времени, XIX века, как разделить мир, заложить его основы. И, в общем, по этим основам, ну, худо-бедно, Европа сто лет прожила до Первой мировой войны. Что такое национальное государство, можно ли вмешиваться в дела суверенных государств. Оказывалось, что действительно можно вмешиваться в сверхдержаву. Николай I, брат Александр I, следующий правитель, этим в полной мере воспользовался, когда подавлял восстание революции в Венгрии, в Германии. А в свою очередь, например, также французы подавляли в Италии, ну и так далее. А ведь Александр симпатизировал Наполеону? Симпатизировал Наполеону. Это тоже говорит много о том, что был метущийся человек. Первым его решением была отмена, я бы так сказал, антианглийских законов и вообще антианглийской политики своего отца Павла I. Сразу заключение торгового договора с Англией. Потом метнулся к французам, опять стал против англичан. В конце концов, снова к ним пришел. И, кстати говоря, в то время был отдельный большой разговор английский, я бы сказал, такой ленд-лиз в Первой Отечественной войне 1712 года. Ружья нам поставляли? Не только ружья. У нас была огромная зависимость по пороху и свинцу. Ружья-то ладно, ружья худо-бедно были. Когда уже пошли какие-то сражения, вторая половина войны, было много трофейного оружия, отбирали у французов. А вот порох и свинец на 90% были английскими, а без них воевать было бы тяжело. Но вот если говорить о метущей синатуре, этот человек, который замышлял великие либеральные реформы в начале своего правления, приблизил величайшего администратора, я не пою с этого слова, действительно величайшего, Спиранского, представителя госсовета, ну, как сейчас сказали бы, премьер-министр, вообще такое второе лицо в государстве, который планировал огромные либеральные реформы. Вот первые 12 лет правления, 11 даже можно точно сказать, правления Александра Первого, это попытка сделать из России, я бы сказал, витрину такой модернизации. И в чем-то он преуспел, в чем-то нет. В начале 12-го года Спиранский был отправлен в отставку, фактически в ссылку, был провинциальным таким пензенским губернатором, генерал-губернатором в Сибири, и ссылки фактически его возвращает только Николай Первый, после смерти Александра Первого. И вот что поразмевали эти либеральные реформы, и что удалось сделать? Первое, что бы я сказал, это то, что значительная часть Российской империи стала жить по этим самым либеральным законам. И мир не перевернулся. Это потом уже стало основой для Александра Второго провести отмену крепостного права, когда помещики ему, ну что называется, пели в уши, что сейчас все рухнет, империя рухнет, все победут в города, крестьяне. Он на год раньше, чем отменили рабство, отменил крепостное право? Нет, нет, мы здесь забываем о том, что крепостное право было отменено в Прибалтике последовательно с 1816 по 1819 год. Вот в течение трех лет начинали Искляндия, потом Курляндия, потом Лифляндия. Отменили крепостное право в Прибалтике на, получается, 45 лет раньше. Вот начали 1816 год. И мир не рухнул. Оказалось, что крестьяне предпочитают оставаться на своей земле, не убегать в города, не сжечь усадьбы помещиков, остановиться батраками, те, кто побогаче, выкупает землю. Даровал Конституцию Польше. Польша жила по Конституции, но пока не произошли восстания 1830-х годов, и мир тоже не перевернулся. Показали, что можно жить. В это же время, 1808-1809 год, мы присоединяем Финляндию, война против Швеции. И Александр I оставляет законы Швеции 1772 года, фактически Конституцию, оставляет парламент, местное самоуправление. Означился как великий князь Финляндский. Да, Финляндский. И тоже не рухнул мир, что, получается, Финляндия, вся Прибалтика, Польша жила вот по законам европейского времени, без крепостного права, с парламентами, с Конституцией, со сбором налогов местных, которые оставляли большую часть у себя. И вот это был, например, либеральный такой большой порыв. И Александр I думал и дальше распространять на всю территорию. То есть кусочек витрины он сделал на Западе. Кусочек витрины. Польша, Финляндия, Курляндия. И Прибалтика. Большой кусок, действительно большой кусок. Почему дальше не пошел? Перед глазами у него все время стоял пример его отца, как высший аристократий может поступить с человеком, с правителем, который проводит непопулярные реформы. Просто, в прямом смысле слова, убить его. Придушить. Придушить. И очень много было заговоров, попыток. Приходили к Александру I и говорили, что ты вообще делаешь. Если ты перенесешь это все на Россию, отмену крепостничества или, например, дарование Конституции, тебя убьют на следующий день. Прямо вот здесь, во дворце, убьют, как твоего папашу. Он был вынужден это все остановить. И второй период его правления – это правление Рокчеевщины. Это полная противоположность. Вот если с 1801 по 1812 год, это прям такие поступательные реформы. Даже для Восточной Европы того времени, но это были передовые реформы. Если брать Австро-Венгрию, например, то эти реформы были более передовыми. И вторая половина, это примерно с 1915 по 1925 год, это военные поселения Рокчеева, когда насильно начинают загонять крестьян таким, ты полусолдат, полукрестьянин. Пашешь хлеб, но ходишь в форме, в мундире. И еще тебя по воскресеньям вместо отдыха муштруешь по плацу ходишь с ружьем. Это запрет на масонские ложи и на тайные клубы. При том, что сам-то Александр... Причем, что сам был мистиком и членом масонских лож, а в то время это подразумевалось как наступление на права дворянства. Сегодня нам кажется, ну, какой-то части на странице, наверное, наиболее дремучей, что масонство – это вот что-то такое страшное, где какие-то заговоры плетут. Нет, для людей того времени это был такой клуб по интересам. Когда ты приходил, у тебя есть твердый договор, все, что ты внутри клуба говоришь, это не выносится оттуда. То есть это такая непоцензурная территория, такая курилка большая, в которой ты можешь хаять царя, планы какие-то на конституции, на что угодно. Или о картошке рассказывать, неважно. И оттуда это не выносится. Такой вот будкогласности ограничено. Закрытие этих клубов – это предполагает, что все, ты должен где-то шептаться по кухням, тайная полиция тут же начинает доносить на тебя. Это именно так воспринималось. Это упор на английскую торговлю, что довольно-таки сильно в отрицательном значении сказалось на развитии буржуазных реформ, которые в то время начинались, потому что англичане ввозили беспошлиные товары. До 80% морских перевозок совершалось на английских судах. Это, естественно, задевало нашу нарождающуюся буржуазию, которая, например, не понимала, зачем строить свой торговый флот, если все равно государство отдаст все заказы англичанам. Из-за этого мы так поздно начали развивать паровое пароходство и железные дороги. Когда мы часто говорим о Николае Первом, что он был таким ретроградом, вот основы этого ретроградства были как раз заложены во второй половине Александра Первого правления. Он считал, что России надо подморозить, слишком что-то много завелось там крамолы. И было понятно, почему. Потому что сотни тысяч россиян впервые попали в Европу в ходе этого похода Наполеона. Нахватались там, насмотрелись, свобода мыслия. Свобода мысли, конечно. Источные цифры. 320 тысяч наших войск дошли до Парижа и были рассредоточены на огромной территории от Восточной Пруссии до Франции. Простые солдаты. Кстати, примерно 10% дезертировало. Около 30 тысяч солдат осталось в Европе. Подышать свежим воздухом. Офицеры увидели эту европейскую жизнь и были, конечно, в шоке, что нам нужны такие же законы. Такое же уложение. Как-то они говорили не закон, а уложение. И именно это, я бы сказал, заложило основу декабристского движения. Декабристского движения, что царь стал ретроградом, царь нам не нужен. Он приходил, обещал нам Конституцию, обещал нам свободы, парламент. И, кстати говоря, когда мы говорим о Спиранском, почему его отправили в отставку, декабристы, это уже чуть позже, предполагали, что первым президентом России как раз должен и быть Спиранский. То есть тогда и перещелкнуло в голове у царя. У царя, да. Что Спиранский так лихо начал все эти либеральные реформы, уложения, планирование Конституции, что все это может довольно-таки плохо закончиться. И вот эта вот метущаяся натура царя, она и была, я бы сказал, такой его основой. И даже смерть его была вот такой же двойственной. Загадочный. Загадочный. А как же старец, который на Урале якобы жил? Да, вот до сих пор значительная часть людей уверена, что царь отправился старцем жить в Сибири. И долго-долго жил. И долго жил, да, 64-го года. Представляете, даже вокруг никому в голову не приходило ни про Николай I говорить, ни про Александра III, которые там умирали в собственной смерти, что они куда-то старцами ушли. То есть отношение людей было такое двойственное, что какой-то странный человек, который действительно вполне может бросить царский трон и отправиться старцем в Велигах босиком ходить по всей Руси. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...